Только подписали и теперь снова. Минздрав вынуждает почти 50 тысяч пациентов в Ивано-Франковской области заключать декларацию с семейными врачами во второй раз. Чиновники из министерства обвинили медиков в мошенничестве, якобы те накрутили количество договоров. Так ли это? Разбирались наши корреспонденты. За 15 дней почти 45 тысяч деклараций. Такие темпы работы Калужского центра первичной помощи привлекли внимание чиновников Минздрава. Они заподозривали обман и заявили, якобы центр накрутил количество деклараций в электронной системе. Начали проверку и нашли множество нарушений. Все 44 тысячи деклараций, которые там были укладены, были укладены с использованием одного метода верификации. Это подтверждение документами. Как и в всей Украине, на том числе, большинство деклараций были подтверждены шляхом СМС. В результате все декларации признали незаконными, но директор центра с таким решением не согласен. Говорит, все делал исключительно в соответствии с указаниями Минздрава. Ведь помимо СМС предусмотрен и второй вариант подтверждения отправить скан копии паспорта и идентификационного кода пациента. Подписывать декларации с пациентами, говорят медики, начали еще в январе. В подтверждение демонстрируют целые кипы документов. Но невзирая на эти доказательства, в Национальной службе здоровья настаивают, все декларации нужно заключить снова. Медики готовы, но оказалось это не так просто. Система отказывается работать. У нас людей очень много в поликлинице, мы не можем отправить никакой декларации. СМС приходит, мы отправляем, а она напишет нам, что сбей систем. И это по целю установит, это не то, что у меня. От того, что декларации придется заключать заново, не в восторге и пациенты. А кто это таких закерувал? Кто это? Так? Ну то хай министерство отвечает. Хай министра поставят нормального, я бы знал ситуацию, как люди живут. Директор подозревает, все это делается специально. У меня есть неузгоденность и неготовность структур, которые проводят эту реформу, неготовность до проведения этой реформы. В чем она полагает? Первое, она полагает в отсутствие четкой нормативно-правовой базы, а второе, неготовность электронной системы. Есть и еще одна довольно веская причина, уверен директор центра, лишить медучреждения дополнительного финансирования. Ведь по новым правилам Минздрав должен был перечислить центру по 370 гривен за каждого пациента. Выходит 16,5 миллионов в год. А расставаться с такими деньгами чиновники, видимо, не очень готовы, хотя сами это отрицают. Андрей Кровец, Жанна Дудчак, Зиновия Автонас, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.